Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем самую вкусную, пожалуй, самую интересную передачу на нашем телеканале, которая называется «Школа кулинарного мастерства». И вновь мы с вами находимся в ресурсном центре производственного обучения Слудского государственного колледжа. Ну и сегодня моей соведущей, шеф-поваром, ну и просто милой, очаровательной девушкой была с нами всеми уже знакомая, любимая Ирина. Здравствуйте, Ирина! Здравствуй, Олег! Что сегодня будем готовить у нас здесь на кухне? Чем будем удивлять? Ну, ты знаешь, так как мы находимся в учреждении образования, и, конечно же, мы проводим занятия с учащимися, и в настоящее время занятия проводятся, изучаются и отрабатываются на тему десерта. И сегодня я бы хотела немного сказать о том, что мы с учащимися готовили, и все мы выбрали немного так способ приготовления десертов нетрадиционным. То есть каждый учащийся сам придумывал свой десерт, сам его подавал, сам о нем рассказывал какие-то... И тем самым удивляли педагогов. Да, и тем самым удивляли педагогов. И я для себя, можно сказать, выбрала очень самый интересный десерт, который сегодня хочу вам продемонстрировать. Этот десерт называется «Груша с ловеным тестом». То есть это были друши, я думал, это используем как маракасы, все лозуют на место. Для приготовления данного десерта мы используем груши, лимон, мед, сахар, мука, яйца и, естественно, тесто. Тесто мы берем уже готовое, полуфабрикат. Его можно уже приобрести, вы знаете, в любом магазине. Итак, ты, пожалуйста, начинай чистить груши, очищай шторменько от кожуры. Гостик, самое главное, не трогать его. То есть вот просто таким вот образом очищай? Да, вот таким образом очищай. Но для того, чтобы нам приготовить очень вкусную, сочную грушу, нам необходимо ее убарить в сиропе. И для этого я возьму сейчас... Значит, мы берем где-то литр воды и готовим сироп. Значит, в сироп мы добавляем где-то 5-6 бутончиков гвоздики. Вот вы знаете, мы перед тем, как начать съемку, все-таки Ирина мне сказала, Олег, только обязательно спроси, какую грушу будем использовать. Выполняю вашу просьбу, какую грушу используете. Значит, для приготовления данного десерта груша используется твердая, но в то же время уже созревшая, потому что сам понимая, что когда мы кушаем грушу, она должна быть сочная, мягкая, да, то есть, чтобы хотелось еще ее кушать, и еще и еще. Так, теперь дальше в сироп я высыпаю корицу. Если есть палочки корицы, то можно их использовать тоже. А вот скажите, что лучше, все-таки в таком порошкообразном корице, или же все-таки в палочках? Или это не имеет значения никакого? Ты знаешь, это не имеет значения, просто под рукой у хозяйки, какая найдется корица, в крови использовать. Так, значит, засыпали корицу. Перемешиваем. Сейчас я сюда в наш малинат добавлю мед. Мед натуральный, домашний. А поскольку нам необходима груш? Знаешь, вообще для того, чтобы приготовить и угостить гостей, груш понадобится всего лишь, ну, от 4 до 6. Так, ну, поскольку мы в студии тут практически вдвоем, поэтому 2 груши может быть достаточно, и ниже все-таки нет. Нет, сделаем 5. Ладно, хорошо. Серединку. 4 или 6 берется, ну, мы сделаем 5. Теперь я засыпаю сахар. То есть используется мед. Ну, и также сахар. Еще сахар. Еще сахар. Это получается яичную, да, настоящий сироп уже можно носить. Настоящий, да, сироп. Какая форма? Ну, то есть, будет как жилее, или все-таки все-таки будет достаточно жидкое. Оно будет для нас изначально достаточно жидким. Мы зальем нашу грушу, которую ты сейчас почистишь, а после, когда она уварится, где-то будет увариться минут 20. Даже этот сироп можно потом и в конце использовать как соус для подачи. Так. Теперь нам необходимо еще добавить в наш маринад половинку лимона. Половинку лимона мы потом еще используем для украшения нашего десерта. Ну, вы знаете, груша достаточно сочная, просто сок с нее. Да, видно. Не прийется. Это здорово. Ты знаешь, Олег, когда я увидела, что учащийся готовит грушу, я ему поинтересовала, знает ли он какие-нибудь сорта груши. На самом деле, меня даже это удивило, он знает про сорт слуцкая бера. Слышал ли? А с самым случанин или же нет? С самым случанин. Да, это сорта действительно один из самых известных. И, по-моему, он достаточно самый, можно сказать, старый, наверное, так. И даже еще есть некоторые, ну, к сожалению, уже мало осталось, в городе Слутки, где еще растет слуцкая бера и груша можно попробовать. Если кому-то интересно, возле дома культуры еще остались, старые груши. И вот мне еще наши редакторы говорят, что еще где-то в десятом выходке есть. Все верно, правильно. Да. Так, просто наш город Слутск славится не только кузскими поясами, а именно еще и вот этой сноцкой бера. Вы знаете, еще красивыми и очаровательными девушками. Ну, это точно. Так, отрезаем у груши хвостик. Для того, чтобы наша груша потом стояла, потому что будем ставить ее. Так, укладываем посуду. Ну, это не так быстро, не так оперативно. Ну, уже стараюсь. Стараюсь. Вот. А груши, о том, что когда в 19 веке грушу везли из Слутска в Минск, запах самого нектара груши настолько был распространен на большое количество, на большое расстояние. Вкусно, да? Можно? На большое количество расстояние. Когда в повозках в конных везли вот эти вот груши, то есть запах этой груши распространялся очень на таком большом количестве расстояния. То есть, например, от деревни до деревни. Ну, понимаете, даже раньше было все настоящее, что было, естественно. Ну, конечно, мы используем, да, хорошие настоящие груши. Я думаю, здесь тоже нет никаких химических добавок. Да. Ну, пожалуйста, последняя наша груша. Спасибо. Так, ну, а вот это содержимое мы куда помещаем? Это содержимое мы можем выбрасывать. Выбрасываем. Так, значит, вылаживаем нашу грушу, грушу, сироп наш уже, как видишь, уже теперь. И прямо вот заливаем. Заливаем. Так. И ставим, чтобы она у нас поварилась минут 20. Вы знаете, уважаемые зрители, сумасшедший стоит аромат. Необыкновенный тросик. Могу даже выразить восхищение, какой вкус здесь ставить у нас сейчас в студии. Итак, все, мы залили нашу грушу, можем ее закрыть, чтобы она там потолелась немного. Сколько она потом тонится? Тонится будет в зависимости от спелости груши. Если груша твердоватая, то где-то минут 20. Если ты, как говоришь, что она сочная, значит минут 10-12 достаточно. Поэтому мы можем прерваться на короткую. Да, есть вот то, что у нас осталось. Небольшая рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин